В горнолыжном спорте главный подбор маски, правильный подбор маски, чем Евгений с самого начала решил заняться. Потом подгоняются лыжи, берутся они в прокате, потом они все грузятся дружно в этот бусик, а потом мы все дружно, с компанией, с красной шапочкой, едем в горы. Валерчик хочет пару слов сказать. Валерчик хочет пару слов сказать. Все, мы поехали. Свет у городов и в потоке машин. Так, а мы продолжаем. Пока мы едем, товарищ Валерчик, вот Валерчик, вы знаете его, он изучает подробную карту, схему с Хвилип, Буковелю. Буковелю, видите, тут много с Хвилип всяких, вот там параметры, короче, все, Валерка уже все. У него абонемент на целый день кататься может без проблем. Вот, все, с прокатом мы прощаемся и уезжаем куда? Валерка, скажи, куда? На гору Долгу. На гору Долгу. Короче, никто не знает, кто такая гора Долга, но все знают, что такая гора Буковель, а она, как выяснилось, самая маленькая. Скоткай меня, а ты еще и не любишь? Успеваю иногда. Так, а это кто у нас такой? Дайте инвалиду пройти. Вот, а это еще не совсем законченные мои чуни. Короче, они такого размера, похожи уже сами, как лыжи. И я лыжник. Так, напоминаю, сегодня, сегодня какое? 19 февраля, да? Мы находимся здесь в Компашках, где? Где-то на Буковеле, не знаю. Буковеле это ни село, ни город. Это место размещений, горнолыжных. В общем, все начинается с того, это для тех, кто еще не знал. Да, с Матюков. Давай быстрее! Вот, начинается все с поиска нужного подъемника. На карте все так просто. А на самом деле... И все, да, короче? Да, что-то усложнено. В общем, предлагаю пойти вон туда. А это наш лидер, смотрите. Он уже выходит на финишную прямую. Он устал, он прошел 150 километров. На самом деле, склоны на Буковеле не такие скалистые, как мы думали. Видите, все пряменько, все ровненько. Так начиналась лыжная гонка. Посмотрим, с чем она закончится. Так, мы находимся с вами на высоте птичьего помета. Жеке становится плохо. 15 метров над землей. Как вам катится? Катится отлично. Мне кажется, назад будет катиться не так все четко. В комфорде. Да. А мы напоминаем, что мы с вами находимся уже на высоте где-то тысячи метров над уровнем моря. А уже больше. И метров 10 над землей. Познакомьтесь, это лузер Евгений. Первый лузер на свободе. Причем, бомбово он это удалось сделать. Значит, фишка заключается в чем? С того подъемника мы разогнались и приземлились. А все от того, что не умеем тормозить. Тормозить вы как раз умеете. Да. Я вижу. Об борта. Как ваши первые ощущения? Отлично. В горно-ходьбовом спорте. Пользуясь моментом, пока Жека собирает свои вещи, переодевается. Ему стало жарко, как и мне. Я собираюсь одолеть вот этот вот небольшой айсберг. Видите? Он мешает мне увидеть вот эту красоту, которая скрывается за ним. В общем, я полез. Мне не очень так это удается. О, зашибись. О, я вылез. Да, теперь будем снимать тут панорамку. Красивый вид отсюда, да? А где-то здесь был Евгений. Вот и Евгений. Снизу, поджидай. Да. Давай-давай. Давай-давай. Я устоял. Свету городов И в потоке машин Возвращаемся мы Просто некуда деться И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставляя в горах Оставляя в горах Своё сердце Так оставьте Ненужные споры Я себе уже Всё доказал Лучшей гор Могут быть Только горы На которых Ещё не бывал На которых Ещё Не бывал Субтитры Справа Субтитры Боком, боком. О, ну ты же устоял. Ты устоял, молодчина. Ты устоял. Ты устоял. Ты устоял. Ты устоял. Это очередной бутерброд. И попивает конья кофе. Мы назвали это напиток, смесь кофе с коньяком. А что же было перед этим? А перед этим мы съехали половину трассы 5В. Да, половину трассы 5В, которая, в принципе, вот оттуда приходила сюда и продолжается туда. Но, так как Жека немножко опаздывал, я решил скоротать время и поднялся вон на ту аж горочку. Видите, там подъемничек, да? Вот, и вернулся, потом впустился и сюда вернулся. Это уже красная ветка была, реально она краснее, мне даже удалось упасть. Но для первого раза, в принципе, синяя ветка уже без проблем, за 2 часа учится аж бегом, и за 3 падения, как ездить, как тормозить. Вот, но красная, конечно, немножко сложнее, но чем сложнее, тем, так сказать, экстремальнее и интереснее. Вот, мы сейчас перекусим и продолжим пологий спуск по 5В к тому месту, куда нас привез подъемник. Встречаем нашего предателя, который не оправдал наши ожидания. Я вчера, он превратился в левника. Сколько? 48, 8 раз спустился. По 8 раз за спуск паха. Я не был в состоянии наборить. Сдаваться? Так в каком борде? Скажи свое мнение о Гвинтвейне. Супер. У них чаек, чтобы не сыграть, еще хорошенько пивка вы добавите. Но мы не пьем пиво из-за кого, благодаря кому. Из-за вот, вот кто выпил все пиво. Вот кто выпил все пиво. Посмотрите, у него пузо. Алкаш. Дайте спушу. Самый настоящий. Вот так. В общем, мы спустились, бог знает откуда, к 13-му подъемнику. Супер или нет? А ну попробуй, Вася попробует, супер или нет. Скажи. Супер, да. Бросай курить, вставай на лыжи, Бросай курить, здоровьем будешь мне обижен. Бросай курить, вставай на лыжи, бросай курить здоровьем, будешь мне обижен. Че улыбаешься? Че улыбаешься? Че улыбаешься? Это день номер второй, Жека хочет поставить сегодня новый рекорд на новом виде транспортном засобе. Вбить новый забор. А вы какую скорость хотите сегодня установить, сэр? Для меня сегодня достаточно GPS. А ты какую скорость хочешь сегодня установить? Думаю 55 возьмем. Ого, серьезный ты человек. Понятно. Ваши цели на сегодняшний день? Побольше и подальше. Подальше? Главное не поглубже. Вот такие. Погодка классная, снежок начинается. Снежок уже и здесь нападал, вчера его еще здесь не было. Даже горы покрыли снегом. Вот. Сейчас я наступлю на ноги Валерчику. Потому что знаю, что он это заслужит. Ну, за что-то сегодня он по-любому заслужит, понимаете. Вообще-то он хочет посоревноваться со мной. Но я говорю ему нефиг за мной тягаться. Говорю камеру отдай. Буковель день второй, все начинается с этого. Перед тем, как любишь кататься, люби и в ботинке обуваться. Это однозначно. Ну, полюбить обуваться в ботинке может только Жека, которому достался сегодня сноуборд. Вот. И у него, видите, такие берцаки классные. В них просто можно ходить, короче. Не то, что наши вот эти деревянные пластмассовые. Короче, многие набрались опыта. Среди них я. Поэтому взял абонемент на целый день. Продам его потом в пол третьего. Продам его кому-нибудь за двадцатку. Чтобы еще бы откатался кто-нибудь. И все. После того, как мы одели ботинки. Настегнулись. Берем лыжи на плечо. И идем. Главное никого не зацеплять. Так, мы идем на четырнадцатый подъемник. А это так называемый лягушатник. Вот так можно забираться. Тут есть знак стоп. А тут есть наши лыжи. И наши люди. Смотрите. Парень в презер... Ой. В чем-то непонятно в черном. В волокон. В твоей шапочке везу. Евгений, да. Это Евгений. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Это Анатол. Вам передает привет. Только-только этого мало. И мы с Вованчиком. А-а-а. Мы довольны. Потому что мы едем в Кудысь. Кудысь едем, короче. Второй день. Воскресенье. Двадцатая. 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 У нас нет. Мы будем кататься. Радио, как есть играя. Японские. Выстраиваемся всеми. Выстраиваемся всеми. Выстраиваемся всеми. Лыжники, как на подбор. С ними сноубордист Черноморд. Вот еще наши лыжники, а это еще один лыжник, вот какие у вас желтенькие волки, тягуйки, что-то одно из двух. Лыжники на подборе с ними Толик Черноморде. Толик, что ты черноморде, ты нашел свою лыжу Толик? Да, они такие погульские, что на них далеко не заедешь. А это Женя, он учится ездить на сноуборде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это Женя подъезжает, медленно, но уверенно. Блин, кто-то звонит мне на телефон, как всегда, не вовремя. Это не Женя упал. Женя примерно так же может. Вот он, вот он есть! Нормально, нормально, давай, давай. И вот он упал, наконец-то, ворского Полтава-Сила. Как раз кто-то звонит. Ладненько, Жека, я поехал. В общем, я попрощался с Жекой, сейчас спускаюсь к первому подъемнику. Ну а там, я думаю, он уже встречался с Валерчиком на Клевой горе. На Клевой горе. А на Новый год мы хотим просто Квашина уехать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только у нас, только от Викса и Валерчика Эксклюзивное видео, как они едут на лыжах. Да, был видео. Да, был видео, потому что Валерчик тоже снимает видео. Всё, Валерчик готов, я готов, поехали. Готов! Так, ты сильно там не газуй. Вот, нормально, видите Валер... Я тебя снимаю. А ты меня снимаешь? Снимаю! Так, объезжаем первого, второго. Сноубордиста. Опа, давай Валерчик. Пошёл, пошёл, пошёл. Преграда. Валерчик чуть не въехал в Краду. Я ухожу влево. Нет, ухожу вправо. Ой, я не знаю, куда мы не уходим здесь. Уху! Прикольно, ты снежок, а ну сделай снежок. Уху! Прикольно! Уху! А теперь я. Скорость потерял. Потерял скорость. Нормально. Расходимся. 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 Уху! Уху! Где ты есть? Я тебя потерял жизнь. Аааа, ты впереди, он меня обгоняет! Посмотрите на его наглую розу! Нет, короче, оп, отлично! Всё, в общем, Валерчик меня победил. Будем так считать. Обнижаем лыжников. Это было круто! Это будет супер! Всё, на этом видео презентационное закончено. Вот он победитель сегодняшней гонки А это лузер Мастер-класс от Валерчика Трасса черная 11В Пошел В общем приезжайте в Буковель Тут хорошо катают на подъемниках А некоторых просто катают на подъемниках И не дают умереть с голода Вот смотрите, вот так мы будем примерно ехать Стоять мы так не будем, мы лучше ездим Мне все понравилось Вот и подошло к концу наше пребывание в Букуеле Валерка собрал торбу всяких этих И поставил клеймо Видите, тут на входе ставят такое клеймо кровяное Что был Поэтому задумайтесь перед тем, как сюда ехать Спасарные трассы не ходите Спасающие сетки, они иногда ранимые бывают А я струбаюсь, я тут довольный Да холодно без лыж Холодно без лыж Да, надо лыжи обязательно Слышишь, слышишь, холодно без лыж Слышишь, слышишь, холодно без лыж Все, в общем мы поехали Мыться, бриться и уйд Всем пока Бай-бай, до следующих встреч в эфире Бай-бай, до следующих встреч в эфире Бай-бай, до следующих встреч в эфире Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...